По новостям показывают, как молодые ребята с победоносным настроем бегут 40-километровый хуй. Какой-то неизведанный вирус заставляет людей по всей Японии поклоняться фаосу. А теперь это происходит и в России. Это новая религия? Секта? Или восходящий тренд для ТикТока? Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Истоки этого идут еще со времен Александра Македонского. Он первый, кто прошел со своей армией самый большой хуй в истории. 32 тысячи километров. И запечатал своим походом память о себе до нашего времени. Желание оставить хуевый след также посетила и Сэма Половянова. Три года назад он собрал команду из ребят, с которыми пробежал первый хуевый марафон в Москве. Мы это сделали! Поздравляю вас всех с марафоном! Orange Games! Хуй! С каждым годом Сэм модернизирует эту идею. В первый марафон было нихуя. На втором марафоне появились футболки, леденцы с хуями и громогласный клич. Хуй! 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 В этом году уже есть гимн, который вдохновляет последователей на неординарные действия. Пусть здоровый пробежал! И сильнее сразу стал! Сейчас забежим и в конец! Стану сразу молодец! Также Сэм сделал уникальные плюшевые хуи и пледы, которые ждут тебя на сайте orangegang.store Еще появились флаги, а клич стал частой необходимостью И это уже затронуло не только Москву А хуевый марафон пробежали в Красноярске, Минске, Самаре, Казани, Таллине, Витебске, Волгограде, Израиле, Питере, Польше, Молдове, Старожилово, Ташкенте, Ярославле, Нижнем Тагиле и США Бежим по какому-то пакту, бля Он бежит с ним и с ним Спасибо Пацаны, она рассказала, благослови вас Бог Трудно представить, каких масштабов через пару лет достигнет это движение, ведь уже власти обращали внимание и прощупывали почву на наличие злого умысла Но кроме эстафеты, похожей на взрывчатку, никаких нездоровых намерений не было выявлено Исходя из тех видео, что есть на канале Сэма А это вдохновляющие истории, мысли, после которых пробуждается энергия реализовываться в своей неповторимой жизни Можем сделать вывод Что хуевый марафон это пример, почему хуевые мечты лучше, чем жить без них Ведь даже у хуевые мечты найдутся единомышленники, с которыми ты будешь счастлив и почувствуешь себя на своем месте С тобой был Вечник Субтитры сделал DimaTorzok